Привет, друзья! Некоторое время назад я купил довольно интересный прибор из 90-х. Электронную игру, имеющую не только функции часов и будильника, но ещё и совмещенную с самым настоящим дозиметром гамма-излучения. Устройство называется Altair DBGB-06i и представляет собой один из многочисленных вариантов игр серии электроника. В детстве у меня была подобная игрушка, ну погоди, где волк ловит яйца. Это было примерно в 1985 году. Тогда её купили мне за 25 рублей в магазине электроника на Оленинском проспекте. Я играл в неё практически без остановки, пока родители не забирали за плохое поведение. А спустя несколько лет сестра случайно разбила экран, и на этом история, ну погоди, закончилась. В советское время подобные игры выпускали многие предприятия электронной промышленности. Было разработано не менее пары десятков различных вариантов. Однако после Чернобыльской аварии в 90-е годы отрасль частично переориентировалась на выпуск дозиметров. И вот на производственном объединении научприборов в городе Орёл начали производство таких игр, где к обычной функциональности добавили ещё и дозиметрический блок. Партия альтаиров получилась очень ограниченной, всего несколько сотен экземпляров. Передняя часть игры никак не изменилась. Здесь тот же экран, те же кнопки, но над кнопкой запуска дозиметра появилась соответствующая табличка. Над игровым полем название «Альтаир», а снизу указано, что это дозиметр часы-игра. Естественно, корпус здесь уже другой, значительно более толстый. Ширина альтаира 112 мм, высота 67 мм, толщина 37 мм, масса 150 грамм. Если посмотреть на корпус сбоку, то видно, что нижняя часть немного скошена, за счёт чего дозиметр располагается на поверхности под углом. Когда альтаир стоит на полке, его показания, в принципе, хорошо видно. Да, цифры мелкие, экран не слишком контрастный, но для 90-х это вполне типично, придираться не стоит. На задней стороне находится табличка с официальным наименованием прибора. Дозиметр бытовой, DBGB06I. Мы с вами уже знаем, что буква D обозначает дозиметр, B – мощность эквивалентной дозы, G – гамма-излучение, последнее B – бытовой. 06 – это номер серии или разработки. И, как я полагаю, обозначает игровой. Крестиком отмечен центр счётчика, как и положено на дозиметрических приборах. Выше имеется надпись «Для перехода к микрорентгенам в час полученное значение умножить на 100». Внизу указан серийный номер прибора – 308. Стоит отметить, что альтаиры выпускались с разными игровыми экранами. У меня довольно редкий вариант «Морской бой». Принцип всех игр – ловить что-то, приближающиеся с трёх или четырёх направлений. Это могут быть яйца, утки, мечи, ну а в моём случае – боевые корабли, по которым стреляет подлодка. Здесь есть два варианта игры. В игре 1 корабли появляются с трёх направлений. В игре 2 – с четырёх. Каждый подбитый корабль даёт одно очко. Счёт идёт до 999, после чего игра начинается заново, но скорость увеличивается. Пропущенный корабль приносит штрафное очко – морскую мину. Если в момент неудачи на экране был морячок, то вы получаете не целое штрафное очко, а половину. По достижении трёх мин игра заканчивается. На счёте 200 штрафные очки обнуляются. Вообще, в классических играх электроник они ещё должны сбрасываться и на счёте 500, но почему-то в этом экземпляре на 500 очках ничего не обнуляется. Кроме того, здесь есть ещё и часы, причём в 12-часовой системе. Время до полудня обозначается символами DP, после полудня – PP. Теперь перейдём к самой интересной части – дозиметрической. Чтобы запустить измерение, достаточно нажать кнопку дозиметра. Показания на экране обнуляются, и начинается 40-секундный цикл подсчёта гамма-квантов. Ещё раз напомню, что Altaïr измеряет мощность эквивалентной дозы излучения. Верхний предел измерений – 20 микрозиверт в час. Прибор является бытовым, однако на производстве все экземпляры проходили поверку, так что его показания можно считать достоверными. Правда, в фоновом диапазоне заявленная погрешность достаточно велика – около 30%, что объясняется использованием одного счётчика. Через 40 секунд измерение завершается. Прибор подаёт звуковой сигнал. Полученная мощность дозы – 0,15 микрозиверта в час. Для более-менее достоверного определения MED следует произвести не менее пяти измерений и вычислить среднее значение. Кстати, в руководстве от прибора упомянута возможность с его помощью оценивать загрязнённость продуктов питания гамма-нуклидами. Сейчас это звучит странновато, но для 90-х годов ничего необычного в этом не было. Давайте ещё раз запустим цикл измерения, но поднесём к альтаиру источник излучения. Видно, как быстро поползли показания. Внутри установлен укороченный счётчик SBM-20, обёрнутый свинцовой фольгой, что исключает влияние бета-излучения и выравнивает энергетическую чувствительность. В этом плане дозиметр сконструирован грамотно и даёт вполне достоверные показания MED. Ну вот, с помощью гамма-источника мы накрутили 11,5 мкз в час. Как я уже упоминал, дозиметры Альтаир довольно редкие. Их было выпущено очень мало. По этой причине цены на них сейчас просто запредельные. Причём, те приборы, которые сегодня продаются, далеко не всегда находятся в рабочем состоянии. Этот я купил относительно недорого. Но, во-первых, он также оказался неисправным, а во-вторых, уделанным в хлам. Грязный, прокуренный корпус, весь жёлтый от сигаретного дыма, с поломанными контактами в батарейном отсеке, припаянными колхозными проводами, дыркой в крышке. Внутри пара винтов была вкручена так, что выдавила прыщи на передней панели. И это не всё. Правда, надо сказать, что сейчас большинство Альтаиров выглядит примерно так же. Корпус от времени пожелтел у всех приборов и нуждается в реставрации. Я его первым делом отмыл, затем мне удалось более-менее отбелить пожелтевший пластик. Конечно, не идеально, но вид прибора значительно улучшился. Насколько возможно, я восстановил поломанные части корпуса, где-то что-то подклеил. И, наконец, сделал новую табличку взамен старой затёртой. Ну, а самое главное, я его починил. Во-первых, восстановил индикацию на экране, потому что изначально он половину сегментов не показывал. Я купил токопроводящие резинки, поменял, и всё заработало. Во-вторых, я очень долго возился с дозиметрической частью, менял там детали, пока не докопался до истинной причины неисправности. Это я покажу чуть позже. Давайте откроем корпус дозиметра. И посмотрим, что у него внутри. Altair состоит из двух плат. Первая точно такая же, как у игры электроника. Здесь всего одна микросхема, которая является и процессором, и памятью, и контроллером. В данном случае в микропроцессор прописана модифицированная для работы дозиметра прошивка. Вторая плата это дозиметрический модуль. На ней мы видим экранированный счётчик СБМ-20, несколько микросхем и других деталей. По датам производства микросхем мы можем определить год выпуска этой модели 1992. Я уже говорил, что дозиметр был неисправен. Суть неисправности такая. Altair нормально запускал цикл измерения, но напряжение на счётчик поступало недостаточно высокое. Иногда 150 вольт, иногда 200. Максимум, что я видел, 300 вольт, но обычно ниже. Счётчик что-то считал, но не всегда. А в начале измерительного цикла стабильно выдавал мусорные показания. Я первым делом поменял электролитический конденсатор на современный. Это никогда не лишнее. Потом перепаял вот этот транзистор. У прежнего почему-то была сломанная ножка. Не помогло. Заменил микросхему, которая работает в высоковольтном преобразователе и генерирует импульсы. Опять ничего. Перепаял триггер, хотя он тут вообще ни при чём. И старый работал нормально. Результата ноль. Но тут выяснилось, что всё это я делал зря. Проблема была в сильно окисленных контактах в батарейном отсеке. И когда я их качественно зачистил, дозиметр заработал безупречно. К счастью, все детали были копеечные, но время на их приобретение и замену я потратил зря. Интересно, что батарейный отсек здесь рассчитан на четыре элемента питания. Для игровой части используются две средние батарейки, а для дозиметра все четыре. Вот такой и получился Altair. Необычное, но по-своему гениальное устройство в девяностых. Игрушка, часы и дозиметр в одном корпусе. Сегодня это выглядит экзотично, но когда-то действительно функционировало и проходило официальную поверку. В этом приборе удивительным образом сочетается простая игровая электроника из детства и вполне серьезный измерительный инструмент. Это редкий пример того, как инженеры пытались совместить полезное с увлекательным, и у них это получилось. Да, техника не идеальна, и досталось мне в плачевном состоянии, но она живая. Так что, хоть при первом знакомстве мне этот прибор и разочаровал, потому что был сломан, имел плохой вид, но после того, как я вернул его к жизни, мое отношение полностью изменилось. А главное, это того стоило. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравился обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать в комментариях, была ли у вас в детстве какая-нибудь электроника. А может быть, у кого-то есть и Альтаир. До встречи! Впереди еще много интересных штук из прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok